Суд в Нидерландах отменил решение о выплате ЮКОСу десятков миллиардов долларов. Суд в Гааге не имел права рассматривать иск. Сначала Москва спорила решение в апелляционном суде, но там выплаты подтвердили. Тогда Россия пошла в Верховный суд Нидерландов и уже там судьи заняли сторону Москвы. Генпрокуратура России заявила, что приветствует сегодняшнее решение. В ведомстве считают, что акционеры завладели ЮКОСом незаконным способом, вывели деньги из России и ушли от налогов. Однако разбирательство продолжится, и бывшие акционеры ЮКОСа уже заявили, что все равно надеются в конечном счете добиться выплат. Европа с приближением зимы стала эпицентром пандемии коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости там, где его быть не должно. В Европе, где есть достаточное количество вакцин и инструментов для борьбы с вирусом, число заболеваний увеличилось на 55% за последние 4 недели. Вы говорили о скорби, гневе и разочаровании. Нам нужно, чтобы эти эмоции превратились в действие. Нам необходимо защитить самих себя. Как уже упоминалось, не забывайте о масках и других мерах предосторожности. Только потому, что вы привиты, не означает, что вы полностью защищены от COVID-19. ВОЗ считают, что уровень вакцинации населения в некоторых странах низкий, хотя препаратов в этих регионах достаточно. Кроме того, рост заболеваемости идет на фоне ослабления карантина. ВОЗ опасаются, что если тенденция не изменится, то к весне зарегистрируют еще сотни тысяч летальных случаев. В Европейский регион организации входит 53 страны, в том числе и Россия. Сейчас она мировой лидер по количеству смертей от COVID-19 за сутки. Украина на третьем месте. Коронавирусом во всем мире заболели почти 249 миллионов человек. Скончались больше 5 миллионов. В России третий день подряд выявляют больше 40 тысяч новых случаев коронавируса. Умерли 1192 человека. Это официальные данные. Уровень заболеваемости и смертности в стране активно растет с начала осени. Власти связывают это с низкими темпами вакцинации. Чтобы привлечь внимание, власти организуют розыгрыши среди тех, кто прошел вакцинацию. Сегодня правительство продлило сроки лотерей с призом в 100 тысяч рублей. Это 1400 долларов. А в Хабаровском крае решили разыграть микроволновую печь, поход к стоматологу и 3 тонны угля. Из-за роста заболеваемости в России до 7 ноября ввели нерабочие дни. Некоторые регионы уже заявили об их продлении. Но Петербург и Москва, где регистрировали больше всего случаев ковида за последнее время, уже объявили, что с понедельника вернутся к обычному режиму. На месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском найдены все тела погибших. Жертвами катастрофы стали 9 человек. Грузовое судно белорусской авиакомпании «Гродно» разбилось в среду. Самолет перевозил продукты и пропал с радаров за несколько километров от местного значения. Третий день. Под Иркутском работают около 300 сотрудников экстренных служб. Им удалось найти оба черных ящика и их отправили на экспертизу. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Среди причин аварии следствие рассматривает ошибку экипажа, техническую неисправность, а также погодные условия. В день крушения в регионе шел сильный снег. Третий день. Польша сообщает о вооруженных провокациях на границе с Белоруссией. Сегодня Варшава обвинила военных соседней страны в попытке выстрелить из сигнального пистолета по польским солдатам. Однако в местном Минобороны говорят, что оружие не сработало, вероятно, из-за технических проблем. По информации из Варшавы, инцидент произошел после того, как польские пограничники заметили, что и белорусские коллеги ломают металлические заграждения между странами. И в ответ на замечания начали угрожать пистолетом. Польские патрульные вызвали подкрепление, после этого белорусы отошли. В Минске уже прокомментировали обвинения. Официальный представитель Госпогранкомитета заявил, что Варшава нагнетает ситуацию, и якобы это и ее военные устраивают провокации. В Беларуси отрицали и прежние заявления Варшавы. Я напомню, сейчас в приграничных районах Польши действует режим чрезвычайной ситуации из-за возросшего потока беженцев. Евросоюз считает, что официальный Минск причастен к организации миграционного кризиса. Бывший президент Украины Виктор Янукович стал подозреваемым в деле о создании организованной преступной группы. Об этом сообщили в Государственном бюро расследования Украины. Речь идет о событиях в центре Киева в феврале 2014 года. Тогда прошли самые массовые с начала Евромайдана столкновения протестующих силовиками. Следствие утверждает, что Янукович руководил преступной группой, куда входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил. Их подозревают в превышении власти, совершении теракта и умышленном убийстве и избиении людей. По версии следствия, их действия привели к гибели 76 человек. Более 800 тогда получили ранения. Сам Янукович сбежал в Россию. В Украине политик уже осужден заочно по делу о государственной измене. Сам он вину отрицает. В нескольких городах Украины прошли митинги под названием «Три года без Кати». Демонстрации приурочили годовщине смерти херсунской активистки Екатерины Гондюк. Десятки людей собрались в центре украинской столицы на почтовой площади. Участники демонстрации также требовали от правоохранителей наказать заказчика нападения на активистку. Накануне по расследованию в этом деле отчитался офис генпрокурора. По факту убийства Гондюк приговор вынесен уже пяти лицам. Это исполнители преступления. Они получили от трех до шести с половиной лет лишения свободы. А в январе этого года следствие нашло одного из организаторов. Весной его экстрадировали из Болгарии в Украину. Предполагаемый заказчик также находится под арестом. Всего прокуратура установила 18 подозреваемых, а в суд направили 9 обвинительных актов. Накатерину Гондюк, которая работала советницей мэра Херсона, напали в 2018 году. Ее облили серной кислотой. Из-за серьезных ожогов она перенесла больше 10 операций, но скончалась в больнице через три месяца после нападения. Российского хоккеиста обвинили в применении допинга перед Олимпиадой в Сочи. Речь идет о Валерии Нечушкине, который сейчас выступает в НХЛ. Как выяснили издания «Чемпионат» и агентства РИА «Новости», спортсмен получил письмо от Всемирного антидопингового агентства. ВАДА якобы узнал от своего информатора Григория Родченкова, что спортсмен принимал запрещенные препараты перед Олимпийскими играми в Сочи. Нечушкину предлагали в этом признаться, но он заявил, что не нарушал правила и готов пойти в суд. Теперь ему грозит дисквалификация на 4 года, хотя официального подтверждения всей этой информации нет. Антидопинговое агентство не комментирует дело. Я напомню, сборная России по хоккею на Олимпиаде в Сочи осталась без медалей. После самих игр разгорелся масштабный антидопинговый скандал. Бывший директор Московской лаборатории Григорий Родченков сообщил о масштабной государственной программе допинга в российском спорте. В результате расследования российское антидопинговое агентство дважды лишали аккредитации, а российские спортсмены до сих пор не могут выступать на Олимпиаде под национальным флагом. США объявили о награде в 10 миллионов долларов за информацию о лидерах хакерской группировки DarkSide. Американские спецслужбы считают, что именно она стоит за атакой на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Взлом произошел в мае этого года. Работа компании была остановлена на неделю, и это поставило под угрозу поставки бензина на восток США. По данным ФБР, группировка DarkSide, скорее всего, базируется в Восточной Европе, возможно, в России. Журналисты выяснили, что вредоносный код хакеры написали таким образом, что с его помощью нельзя атаковать сети, которые используют кириллицу. В итоге весной Colonial Pipeline выплатила хакерам 5 миллионов долларов в криптовалюте, чтобы они дали возобновить работу. И интересно, что американские власти впоследствии смогли вернуть большую часть этих денег. Шведская группа ABBA выпустила новый альбом впервые за последние 40 лет. Сегодня он появился на стриминговых сервисах. Выход альбома группа анонсировала еще в сентябре. Тогда же музыканты представили две песни. Всего их 10. А на весну группа запланировала концерт. Но самих артистов на сцене не будет. Вместо этого они используют голограммы. Мероприятие, как ожидается, пройдет в Лондоне на одной из арен Олимпийского парка. Площадку построили специально концерту группы. Это были главные новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин